А теперь о спорте. У монумента матери-покровительницы сегодня развернулись настоящие морские баталии. На шлюпках здесь тренировались пять команд юных моряков. Репортаж Рифатов от Кулина. На шлюпках с веслами юные моряки покоряют водную стихию. Членам экипажей по 13-14 лет. Каждая команда должна преодолеть дистанцию в 800 метров и как можно быстрее вернуться к берегу. Исход гонок решают секунды. На воду юные мореплаватели выходят на шестивесельных шлюпках Ял-6. Они устойчивы, непотопляемы, не переворачиваются. Впрочем, и от мастерства грибцов зависит многое. Важна синхронность действий. Если все это присутствует, то шлюпка может идти с максимальной скоростью 12 км в час. Побеждают все, кто действует слаженно и у кого лучше техника. Ну, не хочется уходить. Хочется обратно зайти и плыть дальше. Трасса хорошая, грести не сложно, только ветер мешает. Главное не глубоко опускать весло, ввести его по поверхности и не будет так сложно грести. Ребята стараются изо всех сил. Темп веслам задается вслух всеми семью членами команды. Так громко, что с берегов слышно. Среди участников есть и девушки. Удивительным образом сочетается женственность и сила. Из-за течения веслу вносят и тяжело поднимать, а если мало сил, то и грести очень тяжело. Иногда тяжело делать командную работу, так как некоторые отстают, некоторые не получаются. Ну, мы постарались. Я занимаюсь уже четвертый год спортивным туризмом. Туда входит и водный туризм. Мне всегда такое нравилось. Я люблю связанное с водой. Мне нравятся лодки, нравится грести. Я люблю именно свободу. Пока одни маневрируют шлюпками, вторые готовятся. Секрет успеха – тренировки круглый год. Зимой теория, а как на Волге сойдет лед, тут же завесла. Люди распределяются по силе. Люди выбирают рулевого по сообразительности и уму, а не по другим телесным показаниям. В итоге должно получиться, что сплоченная команда, которая руководит умный рулевой и сильные гребцы, должно показать хорошие, отличные результаты. Итоги гонки подвели уже на суше. Победила команда Чувашского кадетского корпуса. Соревнование сегодня посвящено нашему любимому, самому красивому городу нашей страны – Дню города Чебоксар. Соревнование проводится уже ежегодно. Привлекаем молодежь к подобным соревнованиям. Воспитываем в них чувство патриотизма, чувство коллективизма, чувство плеча. Мы не просто приучаем к здоровому образу жизни. Не все в дальнейшем свяжут жизнь с морем, но сейчас заняты, пожалуй, самым важным для себя делом. Становятся взрослыми по духу, по выдержке, по оценке взаимоотношений в коллективе. Рифат Фаткулин, Валерий Рязюков, Республика.